Детское радио представляет Сказки народов мира Предание земли Ао Теароа Новозеландские сказки Хаэрэ Май Так приветствует каждого, кто ступает на ее берега Земля Ао Теароа Или Длинное Белое Облако Так назвали ее люди, давным-давно приплывшие к ней по водам Великого океана Многое повидала Ао Теароа О многом может рассказать О чистой любви и вражде племен О гигантских птицах и духах леса О дружбе и предательстве О говорящих камнях и могущественных колдунах Вот одна из ее историй Чудесная лодка Раты В одном небольшом племени в деревне на берегу океана Жил со своим отцом Вахиэ Роа Юноша по имени Рата Как-то раз Вахиэ Роа уплыл на своей лодке в море и не вернулся Рата чувствовал, что отец жив, но попал в беду Этой же ночью ему приснился сон, в котором он увидел лодку, наделенную волшебной силой На утро Рата пошел в лес и нашел высокое прямое дерево Дерево на языке Маури Ракао Одно из самых необычных новозеландских деревьев Это ти-коука, корделина южная Или по-другому капустное дерево Из него получаются волокна, из которых Маури делают веревки Дерево Ракао Рата достал топор и стал рубить ствол Когда огромное дерево с грохотом упало на землю, уже стемнело И Рата, прервав работу, вернулся в деревню Не знал Рата, что срубив это большое красивое дерево Он рассердил детей бога Тане, покровителя леса Собрались дети Тане той ночью в лесу Птицы Риро, Туи, Голубь Куку, Птицы Колокольчик, Скворец Уия и множество насекомых Ухватились все они за поваленный ствол Дерево шевельнулось, приподнялось и встал на свое прежнее место Запели от радости дети Тане Скорее склейте щепки Соединитесь крепко Держитесь снова вместе Встань, дерево, как прежде Когда утром Рата пришел в лес, чтобы вытесать Из поваленного ствола лодку Он с удивлением увидел, что дерево стоит Целое и невредимое Испугался Рата и стал произносить заклинания Чтобы защитить себя от злых духов Закончив, он взял топор и стал снова рубить ствол Через некоторое время дерево стреском упало на землю Отложив топор, Рата пошел было в деревню, но, сделав десятка три шагов, спрятался среди кустов Очень ему хотелось узнать Что случится с деревом на этот раз Куст на языке Мауры Мауфа Растительный мир Новой Зеландии разнообразен и уникален Например, только там, в полутистых лесах, встречаются даркридиумы Растения, напоминающие наши можжевельники Правда, у них красивое название Куст Мауфа И только Рата успел спрятаться, как услышал песню Скорее склейте щепки Соединитесь крепко Держитесь снова вместе Встань, дерево, как прежде Загудел лес И Рата увидел, как поднимается дерево со всех сторон Облепленное птицами и насекомыми Тут Рата вышел из-за кустов И, увидев его, набросились на него дети бога Таны «Как ты смел, Рата, повалить лесного бога?» Юноше стало стыдно «Как же мне быть?» — спросил он «Мне нужно сделать лодку, чтобы отыскать и спасти своего отца» «Возвращайся домой», — запели птицы «Мы сами сделаем тебе лодку» Рата ушел, а наутро на песке стояла новая лодка Названная «Ривару», что означает «Великая радость» Рату поднялся на борт и взялся за весла Ривару легко заскользило по воде И вскоре Рата увидел берег, где жили по натуре морские чудища Когда наступила ночь и на песке зажглись костры Рата поплыл им навстречу Костер на языке Маури Ахи Мумура С помощью огня Маури не только грелись и готовили пищу Но и охотились на гигантских птиц Муа Для этого они поджигали лес Птица Муа изображена на монете в 5 новозеландских долларов Чтобы вам ее дали в магазине, скажите «Хаумаэ хирима тарамаку» «Дайте мне монету в 5 долларов» Костер Ахи Мумура По натуре, собравшись в круг, танцевали и пели какие-то заклинания А в центре лежал без сознания отец Раты Вахи Ероа Рата спрятался за кустами льна И стал запоминать слова заклинаний И тогда он выскочил к огню И бросился на чудищ, размахивая костяной палицей Через несколько минут По натуре неподвижно лежали на земле А Рата подхватил своего отца И поспешил к лодке Солнце уже вставало над морем А Рату читал и читал заклинания Услышанные от По натуре Наконец, глаза Вахи Ероа открылись И он пришел в себя И счастливый Рата бросился к отцу Солнце и поныне всходит над берегом моря Там, где дети Таны пришли на помощь Раты Они добры к тем, кто любит и бережет сад их отца Повторяем, запоминаем Сегодня вы узнали три новых слова из языка Маури Дерево – Ракао Куст – Мауфа Костер – Ахимумура Сказки народов мира Предание земли АО Теароа Новозеландские сказки Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова